Он посвятил свою жизнь служению Родине, не стало видного советского и российского государственного деятеля и дипломата Алексея Инжиевского. Он отвечает требованиям времени, меняя формат службы занятости и предусматривая важные нововведения. Появился новый законопроект о занятости населения в России. В напряженном учебном графике студенты Северокавказской Академии нашли время на пошив еще одной партии вещей для участников спецоперации. Россия всегда славилась богатой культурой народов, что и показал концерт, сохранив прошлое, защитим будущее, которое прошел в Черкесске. Здравствуйте, в эфире телеканал Россия 24, Карачаева, Черкесия. Глава Карачаева Черкесия Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства Евгением Поляковым. Особое внимание уделили вопросам поддержки участников СВО из республики и их семей. Евгений Сергеевич проинформировал, что в настоящее время формируется груз по заявкам наших бойцов, в том числе на средства, собранные в ходе марафона «Все для победы». Обсудили также вопросы социально-экономического развития республики в части, касающиеся газоснабжения населенных пунктов, улучшения транспортной доступности, цифровизации региона. Печальная весть не стала видного советского и российского государственного деятеля и дипломата, внесшего большой вклад в становление и развитие Карачаева Черкесии Алексея Алексеевича Инжиевского. На протяжении 10 лет он избирался первым секретарем Карачаева Черкесского обкома КПСС. За этот период, благодаря разумной политике и трудолюбию народов республики, экономика и социальная сфера развивалась динамично, а Качауа многократно награждалась как регион, показывающий хорошую динамику в развитии. Буквально в январе по поручению главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова в Москве Алексею Алексеевичу вручили юбилейную медаль столетию образования Карачаева Черкесской республики. В этом году ему исполнилось бы 89 лет. Он прошел долгий трудовой путь от простого рабочего до генерального консула. И везде, на любой должности он проявлял профессионализм, честность и нацеленность на результат. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов выразил слова соболезнования родным и близким Алексея Алексеевича Инжиевского. На площадке регионального отделения «Единая Россия» обсудили тему законопроекта о занятости населения в Российской Федерации. В нем нашли отражение ряд изменений, которые давно назрели. Встреча состоялась в рамках реализации партийного проекта «Моя карьера» с «Единой Россией». Альбина Ламкова продолжит. Одно из направлений нового проекта партии «Моя карьера» с «Единой Россией» – помощь жителям в вопросах трудоустройства. Совместно с участниками «Круглого стола» обсудили закон о занятости населения в Российской Федерации. Он в полной мере отвечает требованиям времени, меняя формат работы службы занятости и предусматривает целый ряд важных нововведений. Очень своевременный и нужный законопроект. Суть его в чем? Суть его в современных реалиях, когда у нас санкционные мероприятия и уже появились новые понятия, как самозанятый или платформенная занятость, просто жизненно необходим был. Закон о занятости населения в этом году исполнилось 32 года. И надо полагать, что о необходимости его изменений уже не было сомнений. Современные условия рынка труда предполагают другие подходы. Теперь услуги в сфере занятости будут оказываться не только гражданам, зарегистрированным в качестве безработных, но и тем, кто находится в поиске более подходящего рабочего места. Также особое внимание в новом документе уделяется людям, находящимся под риском увольнения. Бывшим участникам специальной военной операции и членам их семей. Поддержка этих категорий является в приоритете. Профсоюзы высказывают позитивное мнение о новом законопроекте. Профсоюзы предлагают в законопроект продлить выплаты пособия по безработице на период обучения соискателя. Эта мера социальной поддержки предназначена для поддержания уровня жизни потерявшего заработок гражданина. В период, необходимый для поиска новой работы, трудоустройства. Также предлагают в этот период выплачивать пособия в размере не ниже минимального размера оплаты труда. Профсоюзная сторона против автоматического снятия с учета безработных. Поиск постоянной работы и оказание услуг службами занятости будет строиться на основании индивидуальных планов, учитывающих комплексную профессиональную оценку людей. Помимо этого, новый законопроект создает систему мер, направленных на сокращение нелегальной занятости и наделяет соответствующими полномочиями органы власти. Альбина Ламкова, Олег Малхожев, Вести, Карачаево-Черкесия. Карачаево-Черкесия отправила очередную партию вещей для участников специальной военной операции. Коллектив Северо-Кавказской государственной академии не в первый раз принимает участие в оказании гуманитарной помощи населению новых регионов и находящимся там военнослужащим из нашей республики. Пошивом комплектов термобелья и многого другого занимали студенты факультета дизайна и лингвистики. При финансовой поддержке руководства УЗА и депутатов были приобретены оборудование ткани в напряженном учебном графике. Выделено время на пошив того, что непременно пригодится в зоне СВО. Наши студенты, было около 40 человек, они проходили как практику у нас. Мы сделали, в общем-то, все для того, чтобы работало две группы, две смены. Работали с 8 до 8 вечера, без выходных, преподаватели все. Но это было не так, что заставляли, нет, это было просто с удовольствием. Фактически мы получаем сегодня уже заявочки. Вот после первой акции, когда мы направили туда нательное белье нашим военнослужащим, мы получили обратную связь, отзывы, такие довольно положительные. Все это было очень трогательно. В Карачаево-Черкесском филиале «Русгидро» прошло первое в этом году заседание комиссии по ЧАЭС и обеспечению пожарной безопасности. Главный вопрос – обсуждение плана мероприятий, обеспечивающих надежную и безаварийную работу оборудования и гидротехнических сооружений в половодно-поводковый период 2023 года. В соответствии с наблюдениями начала половодия в этом году ожидается в начале мая. До этого времени на гидротехнических объектах должны быть проведены основные подготовительные работы. Они включают в себя осмотр, ревизию и устранение дефектов на гидротехнических сооружениях, основном и вспомогательном оборудовании. Сохранив прошлое, защитим будущее. По таким названиям в городском доме культуры Черкеска прошел отчетный концерт творческих коллективов республиканской столицы. Али Баташев подробнее. Композиция «Время вперед» Георгия Свиридова прозвучала в исполнении сводного оркестра и дала старт началу концерта. Одним из самых ярких номеров стало выступление хореографического ансамбля «Кавказ» под руководством заслуженного артиста республики Эдуарда Хугаева. На протяжении нескольких номеров юные артисты блестяще исполняли танцы народов Северного Кавказа. Заслуженная артистка России Кубани, народная артистка Карачаева Черкесии Лидия Луценко исполнила песню на стихе Федора Тютчева «Умом Россию не понять». «Умом Россию не понять, а жена вообще не измерить, умея особенная стать, Россию можно только верить». «Умей особенная стать, Россию можно только верить». Также на сцене выступили ансамбли «Нарт», «София», «Песни России», исполнители Ачар Меремкулов, Алика Богатырева и другие артисты. Россия всегда славилась богатой культурой народов ее населяющих, что и показал концерт. «Мир и дружба на земле – тема очень веская, тяжелая. То, что сейчас вообще происходит в стране, и это нужно для людей любого поколения. Это и для молодежи, и для старшего поколения. Все, так сказать, то, что надо для того, чтобы мы жили дружно, чтобы не воевали, чтобы у нас всегда была в душе весна. «Мир и любовь на земле». «Сегодня в такое неспокойное время, когда мы говорим о дружбе, мире, согласии в нашей стране, в нашей республике, это очень важно и актуально». Отчетные концерты пройдут во всех районах республики. Али Баташев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия. В республике начался первый тур дополнительной двукратной иммунизации против полиомиелита. Это противоэпидемиологическое мероприятие проводится с целью предотвращения возникновения случаев заболевания полиомиелитом среди детского населения. Главный врач Хабецкой центральной районной больницы Амин Макао в беседе с корреспондентом Ватимой Дауровой ответил на все актуальные вопросы, связанные с вакцинацией и призвал родителей отнестись очень серьезно к данной теме. Интервью смотрите далее, а наш выпуск завершен. Добрый день, Амин Хаджимуратович. Сегодня у нас с вами очень актуальная животрепещущая тема, которая в последнее время взволновала практически каждого родителя у нас в Карачаево-Черкесии. Вопрос касается иммунизации, а именно вакцинации против такой коварной болезни, как полиомиелит. Давайте мы сегодня разъясним нашим зрителям, как этот процесс вообще должен происходить. Добрый день, уважаемые телезрители, уважаемые жители Карачаево-Черкесской республики и особенно родители, которые сегодня не знают, как подойти к вопросу проведения туровой вакцинации. Я хотел бы сразу отметить, что это внеплановая вакцинация, это не вакцинация по национальному календарю, а вакцинация по эпидемиологическим показаниям. И прежде чем начать ответ, почему именно сейчас проводится вакцинация по эпидемиологическим показаниям, я все-таки хотел бы обратить внимание родителей на то, что в соответствии с национальным календарем прививок, принятым в Российской Федерации, мы проводим вакцинацию против полиомиелита неоднократно. Да, в 3 месяца, в 4,5 месяца, в 6 месяцев ребенку делается инактивированная полиомиелитная вакцина, затем в 18 месяцев также делается инактивированная полиомиелитная вакцина, но в 20 месяцев и в 6 лет ребенку обязательно делается живая полиомиелитная вакцина, так называемая ОПВ, В котором мы сейчас планируем, в соответствии с эпидемиологическими показаниями, провести туровую вакцинацию, двухтуровую вакцинацию. Возвращаясь к вопросу, я все-таки хотел бы отметить то, что проведение вакцинации по эпидемиологическим показаниям – это непростая процедура. Вы, наверное, все помните, и до сих пор мы помним, что два года мы с вами боролись с коронавирусной инфекцией, и по эпидемиологическим показаниям была проведена вакцинация против коронавирусной инфекции, и благодаря которому сейчас эта вирусная инфекция остановлена. Та же ситуация сейчас у нас по полиомиелиту. То есть, почему проводится вакцинация туровая сейчас? В связи с тем, что на территории СКФО, это и в республике Дагестан, Чеченской республики, Ингушетии, на территории Карачао-Черкесской республики, обнаружены в окружающей среде дикий штамм вируса полиомиелита, который очень опасен для человека, особенно для детей. Главным санитарным врачом Карачао-Черкесской республики, Сергеем Васильевичем Бискокотовым, было принято решение о проведении двухтуровой вакцинации против полиомиелита. Кроме этого, к сожалению нашему, особенно медицинских работников, в последнее время у нас идет снижение уровня охвата вакцинации не только против полиомиелита, а в целом вакцинация в связи с тем, что растет количество отказников, которые, как говорят, обычно данное межество очень активное. То есть противопрививочная кампания, которая проводится отказниками, она достаточно агрессивная и достаточно такая с навязыванием другим жителям Карачао-Черкесской республики своего мнения о том, что вакцинация это плохо. К сожалению, люди не понимают одного, что благодаря вакцинации на сегодняшний день очень большое количество очень тяжелых заболеваний находится под контролем. Та же дифтерия, коклюш, корь, столбняк, полиомиелит. Если бы они почувствовали, к чему может привести ситуация без вакцинации, наверное бы количество людей, отказывающих от вакцинации в целом, было бы единицы, а не вот такое количество, которое сейчас в Карачао-Черкесской республике. Поэтому я хотел бы отметить две основные проблемы, которые мы пытаемся решить этой туровой вакцинацией. Первая проблема – это вытеснение дикого штамма вируса полиомиелита. И вторая проблема – это максимальный охват деток, а охват должен быть не менее 95% популяционный, максимальный охват деток для того, чтобы полностью закрыть возможность заражения деток диким штаммом вируса полиомиелита. Вот для чего это сейчас делается. Наблюдая за комментариями в социальных сетях, за комментариями родителей, мы можем заметить, что они проявляют недоверие к вакцине самой. Давайте мы расскажем, из чего состоит эта вакцина, как она хранится, чтобы люди могли точнее понять, что и как делать. То, что сейчас планируется сделать, это вакцина ОПВ, это живая полиомиелитная вакцина. Особенность его заключается в том, что она содержит в себе ослабленные вирусы полиомиелита, подверженные определенному влиянию, благодаря которому при попадании в организм человека через ротовую полость в течение буквально суток начинается формирование не только гуморального иммунитета, то есть выработка иммуноглобулинов, но и выработка антител. Благодаря этому иммунитет, который развивается у ребенка, так называемый типоспецифический иммунитет, который развивается на фоне приема и использования ОПВ, он намного эффективнее и намного выше. Поэтому надо понимать, да, мы каждого ребенка с момента рождения, если, конечно, родитель не отказник, эту сношку обязательно надо сделать, мы готовим каждого ребенка с трех месяцев к возможной встрече его с вирусом полиомиелита, но надо понимать, что когда в человеческом обществе, в детских коллективах растет количество отказников, которые могут быть носителями дикого вируса, мы можем столкнуться с ситуацией, что иммунитет, который выработался с помощью инактивированной полиомиелитной вакцины, будет недостаточен. И при этом все исследователи полиомиелита отмечают очень плохую, скажем так, неприятную особенность данного вируса. На одного больного, выраженного больного, практически приходится тысячи носителей. То есть мы можем сегодня находиться в детском коллективе, в котором мы можем видеть, что один ребенок заболел, но вполне возможно, что весь этот детский коллектив будет носителем этого полиомиелитного вируса. И если у детей будет типоспецифический иммунитет, гуморальный иммунитет, только на фоне инактивированной полиомиелитной вакцины, извините, активность дикого вируса, дикого полиомиелита может быть такова, что она может преодолеть этот иммунитет. Поэтому и планируется проведение двухтуровой вакцинации живой, ослабленной, соответственно, полиомиелитной вакцины. Я хотел бы, чтобы родители понимали, ОПВ, который сейчас будет делаться, он делается уже десятки лет. Это не какая-то новая вакцина, которая откуда-то... Вот в социальных сетях появляется, что их откуда-то привезли, но это глупости. Это вакцина, которая производится в Российской Федерации. Она производилась до этого в СССР. Она особо никакими особенностями сейчас не отличается, кроме того, что улучшилось качество этой вакцины, потому что бустерные содержимые вакцины, на чём несётся сам вирус, они стали более качественные. То есть аллергических реакций стало меньше. Но сама сущность вакцины, она не поменялась. Какую категорию детей можно отнести к тем, которым могут прописать медотводы? Обязательно в порядке существует определённый перечень медицинских отводов, по которым даже если у ребёнка, ещё раз повторяю, даже если у ребёнка имеется трёхкратная прививка инактивированной полиомиелитной вакцины, даже в этом случае мы не будем проводить ребёнку вакцинацию ПВ. Это наличие у ребёнка новообразования, это наличие у ребёнка в анамнезе различного рода тяжёлых, аллергических реакций поствакцинальных. То есть вот ребёнку сделали вакцинацию, например, тем же пентоксимом, и у ребёнка развилась аллергия в связи с тем, что пентоксим состоит из большого количества, различного количества противовирусных препаратов, в том числе и ПВ. Сказать на что, мы не знали, поэтому проводить ОПВ, вакцинацию, мы здесь, конечно, тоже не будем. Также наличие в семье мамы на поздних сроках беременности тоже является противопоказанием, потому что прямого контакта между привитой живой вакциной, ОПВ и беременной на поздних сроках быть не должно. И это, наверное, самая маленькая категория деток, это детки с ВИЧ-инфекцией или другими иммунодефицитами. То есть сейчас, к сожалению, очень часто встречаются заболевания кровотворных органов, в том числе и онкологического характера, и в том числе и заболевания, которые приводят к различным формам иммунодефицитов. Вот основная категория, которым проводиться ОПВ по медицинским показаниям не будет. Теперь то, что связано с теми детками, которым не будет проводиться вакцинация в связи с отсутствием ИПВ. Если у ребенка в анамнезе, вот берем потенциально, там ребенок 9 лет, если у ребенка в анамнезе нет трех случаев, трех фактов вакцинации ИПВ, этому ребенку проводиться вакцинация ИПВ не будет. Этот ребенок будет разобщен с коллективом. Если же ребенку проводилась вакцинация, но она проводилась с нарушениями сроков, но все-таки у ребенка имеется трехкратное ИПВ, в данной категории деток будет проводиться ИПВ. То есть обязательно условия для здорового ребенка проведения наличия трехкратной вакцинации ИПВ. Перед началом вакцинации ребенка обязательно в порядке будет осматривать педиатр. И если у ребенка имеется температура более выше, чем субфибрильная температура, более 37, значит у ребенка будет временный отход. То есть в этот день ребенку вакцинация делаться не будет. Если у ребенка имеются нарушения стула, кишечное нарушение и так далее, будет медицинский временный отход. То есть эту категорию деток в обязательном порядке будет смотреть педиатр. Также родителей волнует, встает ли вопрос изоляции ребенка и перед какой категорией он встает. Он актуален, этот вопрос. Когда мы сейчас говорим и ставим вопрос о разобщении детей, мы должны подходить к этому вопросу комплексно. Потому что с одной стороны мы должны защитить права детей, которые в связи с тем, что родители давали свое согласие и дети, которые провели полный цикл вакцинации и права детей, которым из-за отказа родителей не проводилась вакцинация. То есть мы с вами прекрасно понимаем сегодня, что эту проблему создали родители, а не дети. И для того, чтобы не подвергать опасности здоровья детей, детки, которые не получили трехкратного ИПВ, должны быть разобщены от основной массы детей, которые посещают общеобразовательные учреждения и детские сады, так называемые организованные группы. Почему? Потому что не имея трехкратного ИПВ или менее трех раз ИПВ, ребенок может заболеть так называемой вакцино-ассоциированным полиомиелитом. Такое тоже бывает. Поэтому прямой контакт деток с прививками живой полиомиелитной вакцины, с ОПВ, с невакцинированными детками мы должны исключить. И у некоторых возникает вопрос, почему мой ребенок не привитый, но почему он не ходит в школу? Да потому что на сегодняшний день охват вакцинации, в том числе и проведение профилактических прививок, это обязанность гражданина, и он должен выполнять требования закона. Если человек не хочет выполнять требования закона, тогда извините, ему надо уже эту свою позицию обозначить и переходить в другие территории, где нет обязательной вакцинации. Но на территории Российской Федерации вакцинация на сегодняшний день, то есть защита детей от вирусов, которые могут быть предотвращены с помощью вакцинации, его надо делать. И сегодня очень многие родители спрашивают, вот мой ребенок, я не хотел, мы не делали, а я хочу, чтобы ребенок пошел в школу. Вы должны понимать, что вы подвергаете жизнь своего ребенка опасности. И самое главное, в случае заболевания ребенка, непривитого, который проконтактировал с привитым ребенком, государство не несет ответственности, потому что это ваше решение. В соответствии с приказом Минздрава есть форма добровольного согласия на проведение или отказ от вакцинации. И каждый родитель осознанно, в связи с тем, что это уже совершеннолетние лица, имеющие детей, осознанно или соглашаются на вакцинацию, или отказываются на вакцинацию. И когда в три месяца, в четыре с половиной месяца, в шесть месяцев вы отказывались от этой вакцинации, вы и вам, и вашим близким объясняли, какие последствия будут после этого. Потому что педиатр обязательно объясняет. Вот я хотел бы, чтобы родители обратили внимание на две вещи. Первое. Почему ребенка не могут допустить, например, в школу или в садик, это если у ребенка нет манту и осмотра фтизиатра. В соответствии с федеральным законом по туберкулезу, если ребенок не получил манту и не был диагностирован наличие или отсутствие туберкулозы или ребенок не посетил фтизиатра, ребенка нельзя допускать. Есть и второй момент, когда ребенка, это уже разобщение. Разобщение это на срок проведения туровой вакцинации, это полиомиелит. Это только два заболевания, по которым возможно разобщение детей. По остальным такого в законодательстве Российской Федерации нет. Теперь по срокам разобщения. Первый тур мы начинаем сегодня, 27 февраля. в соответствии с требованиями санэпидрежима мы должны разобщить детей не менее чем на 60 дней с начала тура. Соответственно, март, апрель. Почему говорят 90 дней? Объясняю. Второй тур мы начинаем 3 апреля. Начиная с 3 апреля еще 60 дней. Апрель, май. Таким таким образом у нас получается разобщение март, апрель, май, 90 дней. И до 10 июня дети, которые не получили ОПВ по тем или иным показаниям, будут разобщены с организованными группами. Но я хотел бы обратить особое внимание на категорию детей, которые получили трехкратное ИПВ. Их никто разобщать не будет, даже если родители отказались от этой туровой вакцинации. Но вы должны понимать, уважаемые родители, что от того, что вы отказались от вакцинации, ваш ребенок будет инфицирован ребенком, которому сделали живую вакцину. И возникает резонный вопрос. Неужели нельзя сделать очищенную, абсолютно практически безвредную вакцинацию живой полиомиелитной вакциной две капельки капнуть или ждать, когда вашего ребенка заразит ребенок, которому сделали вакцинацию. Поэтому мое мнение остается незыблемым. Если вашему ребенку сделано уже три тура ИПВ, не надо отказываться от вакцинации. Давайте мы все вместе добьемся и решим эти две злободневных вопроса. Первый вопрос это вытеснение диких видов полиомиелита с территории Карачаева Черкесской Республики, которые обнаружены, которые есть. И Роспотребнадзор об этом говорит. И в постановлении номер три от 16 января о дополнительной иммунизации об этом тоже говорится. И вторая задача, которую мы должны с вами достигнуть, это 95, не менее 95 процентов привитых от полиомиелита детей. Ну, давайте вместе этого добьемся. Честно говоря, лет 20 назад об этом даже говорить не надо было. все это понимали, все относились к этому с доверием, к медицинскому работнику относились с доверием, и все вопросы решались практически на полусловии. Но я еще раз говорю, благодаря тому, что есть достаточно активное меньшинство, которое пытается навезать свое мнение большинству, у нас, к сожалению, приходится сегодня уговаривать и объяснять все, что необходимо для того, чтобы родители согласились на проведение вакцинации. Амин Хаджимуратович, спасибо за такую познавательную беседу. Думаю, наши зрители будут лучше уже разбираться в этом вопросе.